Главная и самая обсуждаемая в экспертных кругах новость пришла из Сирии. Там на вооружении российской базы Хмеймин встал новейший истребитель Су-35С. И казалось бы, эта новость касается лишь военных, но нет. Если посмотреть шире, то понятно, почему прилетевшие железные птицы произвели такой фурор. Причем не только среди экспертов. Ведь практически непобедимое идеальное оружие, поставленное на боевое дежурство российской военной базе в регионе, Это, во-первых, знак «Мы не позволим повторения инцидента со сбитым бомбардировщиком Су-24». Мы защищаем наших военных, выполняющих очень сложную задачу вдали от Родины. Во-вторых, забудьте стереотип о российской армии как о собрании военных раритетов. Пуски калибра из морской акватории, сверхточные бомбы, сверхточная система наведения – это не все. У нас есть не имеющий аналогов в мире истребитель. И это тоже не все, чем вооружена российская армия. В-третьих, и это уже заявляют израильские военные аналитики, всем, кто хочет решать что-то в ближневосточном регионе, придется иметь дело с Россией. Москва вернула себе влияние в регионе, и альтернативы переговорам нет. Мой коллега Евгений Лямин разбирался в тактико-технических характеристиках сушки и понял, что право тех, кто заявляет, тягаться с этой птицей в сирийском небе не советуем. В бой идут новейшие многоцелевые истребители Су-35, самолет поколения 4, плюс-плюс вооружение и электроника внутри пятого поколения. Взлетная полоса длиной почти в 10 лет от первого опытного образца до заступления на боевое дежурство для новинки «Быстрый разбег». Еще до появления опытного образца боевой машины сначала появилась вот эта кабина. Это стенд, который полностью имитирует Су-35. За время испытаний кабину пилота модернизировали неоднократно. Кнопки, датчики, тумблеры. Конструкторы искали наиболее удобное положение. Летчики-испытатели после полетов приносили все новые и новые требования. К примеру, ручку управления изменили полностью до неузнаваемости. Ведь в бою самое главное что? Чтобы летчик совершал как можно меньше движений руками. Проверяли все летчики-испытатели в бою. Пусть и в условном, пусть на тренажере, но именно это позволило приблизить управление к совершенству. Редкая возможность заглянуть внутрь, увидеть бой глазами пилота. На стекле перед летчиком вот такой зеленый проекционный прицел. Захват. Слева шкала. Расстояние до цели 4-3 километра. Как только цель входит в зону досягаемости ракеты, внизу загораются буквы «ПР». Пуск разрешен. Летчик делает минимум движений. Хожу в ближний бой, в режим ближнего боя, в общем-то, и захватываю цель. Я ничего не делаю с переключателями в кабине. То есть я могу сейчас, в данный момент, взять и пустить ракету, сбить ее. Радиолекционная станция «Ирбис», установленная на Су-35, позволяет увидеть и распознать цель на расстоянии 400 километров. Ничего подобного нет ни у одного истребителя в мире. У боевых машин зарубежных стран РЛС действует на расстоянии от 100 до 200 километров. То есть в воздухе, если противник захочет атаковать, ему необходимо будет подойти поближе. РЛС Су-35 обнаружит его гораздо раньше. В кабине пилота два больших дисплея. На них выводятся данные, необходимые летчику. Автоматически, в зависимости от поставленной боевой задачи. Можно одним движением войти в режим обзора воздушного пространства с последующей атакой. И здесь локатор в сочетании с оборудованием самолета распознает цели, производит их опознавание. Я имею в виду государственное опознавание. И дальше ранжирует эти цели по степеням опасности. И, в общем-то, предлагает летчику вариант их атаки. Если летчик с этим согласен, ему ничего не нужно делать. Просто нажать на боевую кнопку, и до восьми ракет полетят в восемь целей. Многоцелевой сверхманёврный истребитель Су-35 способен уничтожать противника на земле, вести воздушный бой, атаковать корабли и уничтожать подводные лодки. Огонь летчик может вести по воздушным, наземным, надводным и подводным целям одновременно. Установленная система радиоэлектронной борьбы подавления Хибины делает фактически беспомощными радиоакционные станции противника. К примеру, если самолёт пытаются атаковать с земли, срабатывает система РЭП. Истребитель, можно сказать, прикрывает электромагнитное излучение в виде такой полусферы, которая скрывает самолёт от РЛС. На локаторах противника видна засветка. Размытое яркое пятно, но не сама цель. Если ракету пустят не целясь на удачу, то у Су-35 автоматически включается станция радиоэлектронного подавления, которая не даёт взять цель уже ракете, сбивая её с толку, и она уходит в сторону. То же самое и в небе. Если самолёт противника решает атаковать, срабатывает система защиты. Очень хороший получился самолёт, я считаю. То есть очень удобен для лётчика. Герой России, лётчик-испытатель Сергей Богдан дал Су-35 путёвку в небо, впервые подняв машину в 2008-м. На таких тренажёрах теперь учатся лётчики в войсках, осваивая новый самолёт. Сергей Богдан показывает и рассказывает о возможностях машины и особенностях системы управления. Если лётчик вдруг выходит на какой-то опасный режим, или опасность столкновения с осколками пущенного боеприпаса, или же какое-то препятствие наземное, автоматически сработает режим увод от препятствия, и самолёт мешается управлению, уведёт лётчика в безопасное место. Машина безопасная во всех смыслах. Устойчивая, не сваливается в штопор. Пилот не теряет управления. Самолёт может за секунды сбросить скорость на 200-300 км в час. То, что отличает Су-35 от других машин. Истребитель способен замереть в небе на 8 секунд. Во время воздушного боя это целая вечность. Рассказывая о возможностях машины, лётчики порой говорят даже не манёвренность, а вертлявость самолёта. И действительно, элементы высшего пилотажа. Чакра Фролова. Сложнейшая фигура. Машина делает мёртвую петлю на небольшом воздушном пятачке. Фактически на месте, кувыркаясь в воздухе. Колокол, бочка. По словам лётчика-испытателя, всё то, что для других машин является элементами высшего пилотажа, то есть искусством асов. Для Су-35 это обычные возможности машины. После освоения нового истребителя для каждого пилота эти элементы станут повседневными. То есть их смогут активно применять во время воздушного боя. Благодаря такой сверхманёвренности атаковать можно фактически из любого положения. Лётчик всегда может довернуть на цель и выполнить боевое применение на около нулевых скоростях, что очень важно. Потому что, допустим, на всех существующих самолётов лётчик, допустим, движется по вертикали и до какой-то определённой скорости. Дальше он должен уходить с этой вертикали, чтобы не потерять скорость, не сорваться в штопор. Здесь можно идти до нуля, выполнять прицеливание. Более того, даже если тяги не хватает, в конце концов где-то на большой высоте, самолёт начнёт двигаться вниз, но при этом самолёт слушается. Лётчик может выполнить всё равно доворот на цель и произвести пуск. Для взлёта достаточно полосы 100 метров без вооружения, 150 с обвесом. Су-35 способен нести на 12 подвесках 8 тонн. Бомбы, ракеты и в том числе крылатые большой дальности. В его номенклатуре вооружения имеются ракеты «Воздух-воздух» малой, средней и большой дальности. Кроме того, он может работать по наземным целям, управляемым вооружением, то есть управляемым ракетами, воздух-поверхность, а также неуправляемым вооружением. Крылатые ракеты различного типа могут применяться, поскольку этот самолёт способен поднять боевую нагрузку 8 тонн. Понятно, что в этот параметр укладываются ракеты типа «Калибр». В России на вооружении сегодня порядка 48 истребителей Су-35. В боевых условиях применяются впервые. До этого успешно показали себя на учениях. Появление эскадрильи Су-35 в сирийском небе вновь заставило заговорить на Западе о боевой мощи России. Зарубежные военные аналитики все эти годы, словно стараясь не замечать перевооружения, привыкли рассуждать о том, что российская военная техника устарела. Корабли и самолёты называли не иначе, как «ржавыми», повторяя это словно заклинание. Успешная операция в Сирии точечный и точный. Удары по террористам не только авиа, но и применение крылатых ракет, калибр с кораблей из Каспия. Развертывание современной системы ПВО. Всё это словно застало врасплох, как пишет британская «Индепендент». Командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес назвал успешное ведение России радиоэлектронной борьбы ошеломляющим. И вот теперь появление Су-35, истребителя равных которому нет. Военные, скорее всего, захотят понять, на что он способен, включая и нанесение ударов по наземным целям. Как мне представляется, отправка четырёх истребителей на аэродром в Сирии, она также может решать и задачу некого такого сдерживающего характера. Поскольку турецкие вооружённые силы, они сейчас приведены в состояние повышенной боеготовности, и появление новейших российских истребителей может, скажем так, охладить чьи-то горячие головы тем, чтобы они не наделались ошибок. В ближайшие три года на вооружение в России поступит ещё 48 многоцелевых истребителей Су-35. Лётный состав постепенно переучивается. По словам Сергея Богдана, который сейчас испытывает уже следующий истребитель Т-50, пилотам, освоившим Су-35, в будущем не составит труда пересесть на истребитель пятого поколения, который тоже уже вышел на свою взлётную полосу и уверенно покоряет небо, пока что во время испытательных полётов. Евгений Лямин, Дмитрий Кочурин, Алексей Бахвалов, Александр Батухов, Юрий Шомов, Евгений Марускин и Андрей Масликов. Воскресное время. Первый канал.